Итак, ребята, мы начнем показывать наши апартаменты с холла. Как вы видите, холл очень выглядит классно здесь. Просто на самом деле, как будто бы ты находишься в отеле. То есть, когда мы сюда первый раз зашли, я была немножко в шоке, как вообще это все выглядит. И сразу захотелось почему-то именно здесь взять апартаменты, чтобы жить здесь. Вот, здесь мы выходим уже общая зона. Здесь у нас комната, где мы забираем почту обычно, если эта почта касается именно Амазона или какие-то такие посылки, которые, допустим, ты заказываешь откуда. Потому что обычно, когда... Так, включайся свет. Вот. Здесь такая система, что тебе нужно сканировать свой код или номер, и он автоматически открывает вам вашу ячейку, и вы забираете посылку, и все. Коридоры в другие квартиры, апартаменты. Там другие, ну, то есть, определенный комплекс он такой, очень большой. Размах есть, 100%. Так, ну, а там уже другое место, где вы забираете ваши посылки, меньше по объему. Или письма. Очень красиво выглядит, и тоже. Я думаю, это очень современно и солидно. Ну, классически тоже. Это у нас другой выход на улицу, то есть, здесь несколько входов и выходов есть. Вот, на самом деле, здесь тоже еще одна дверь, в которую вы можете войти или уйти. Вот. Там два лифта есть, если вы можете поехать на ваш... На нужный этаж, и также там у нас есть выход к парковке на первом этаже. Но, если, допустим, вы живете на этом этаже, у вас есть парковочное место, бесплатное. На любом этаже вы можете занять бесплатно это место. Но можно, конечно, купить. Но смысл в этом особо нет. Просто потому, что места всегда есть. То есть, это не то, что вы живете в огромном интернете, где живут 5 тысяч человек. Всегда места есть. То есть, мы видим, что авто здесь представлено пока что. Места есть, можно здесь поставить. Но здесь для инвалидов, где нужно, допустим, электрагменты, машина вашу. Также у нас имеется зарядка для Теслы. Это очень круто, я считаю. Эти, кстати говоря, дома, сейчас вы видите их. Они именно на продажу. То есть, вы их не можете снять. Это только если вы покупаете их. И дело в том, что в этих домах есть сразу гараж. 500 тысяч долларов, полный стоит вот такой пентхаус. И, кстати, зона спортивная там находится. И вы как раз в море где. То есть, обычно можно было пойти по-моему оттуда к морю. Но они загородили это все и сделали это зоной спорта. Ну, это круто, я считаю. Чтобы не прохладный двор был и так далее. Мы заходим. Здесь она открыта. Ну, вот мы вернулись. Общая зона. То есть, здесь можно отдыхать, можно сидеть, обсуждать что-то. Можно телевизор смотреть. Кстати, мы здесь, когда один раз были, здесь смотрели холостяка. Американские женщины. Били винишко. Вот. Кстати говоря, здесь обычно стоит вода. То есть, можно взять воду попить. Из-за ковида, конечно же, это все не происходит. Здесь очень миленько все обставлено. Вот реально, когда заходишь сюда, после долгих, долгого года життя в другом портаменте, ты вот видишь, есть цвета, этот интерьер, он, конечно же, отличает. Ты понимаешь, что белье... И ты понимаешь, что да, это оно. Потому что гораздо приятнее лежать в таких оттенках в интерьере, чем, допустим, в серых. Как говорится, серые интерьеры. Серые стены. Вот. Здесь у нас такой бильярд. Можно поиграть. Также тут такие миленькие другие фигурки. И это американская игра. Что-то типа... Я не знаю даже, как ее назвать. Там, кстати говоря, находится кинотеатр. Можно посмотреть кино, если хотите. И это у нас, получается, основной зал. Эту комнату можно специально для вас забронировать. Она бронируется. Вот. В общем, все круто. Давайте мы сейчас пройдем наверх. Это у нас и лаунж называется так. Сюда ведут такие классные ступеньки. И, ка-дам! Здесь такая тоже зона, где можно отдохнуть, присесть, поработать. Да, я думаю, это больше рабочая зона. Очень красивый элемент интерьера. Вы видите. Вот. Мне очень нравится. И вот скажите мне, что это не выглядит как отель. Потому что это реально же выглядит. Так вот. И у нас тут картины связаны именно с тематикой морской. Насколько там сегодня классно. Погодка очень классная. Кстати, у меня здесь специально, чтобы идти на улицу, нужно, конечно же, ключик подзнуть. Смотрите, как классно. Вот за это мы очень любим эти апартаменты. Потому что здесь, не здесь к морю, и вот эта открытость, пространство, да, что делает тебя... Ты думаешь, что ты, как бы, не знаю, не до моих апартаментов, а где-то находишься на острове, на отпуске, в ботелле. Здесь шезлонги. Обычно я себе это же полотенце предоставляю. То есть, можно запросто сидеть, загорать, читать книжку и наслаждаться. Кстати говоря, помимо бассейна, здесь еще есть такое джек-кузи, оно находится в том... А, он был, я вам забыла показать его, но получается бассейн сам... Ну, он не маленький, то есть, да, он средний. Но мой муж сказал, что единственное, что здесь, типа, не очень прикольно, то, что когда ты тупаешься, все это видят, то есть, все люди, да, из этих окон, они все это могут видеть, ну, и это немножко... Ну, не так, допустим, как хотелось бы, хотелось бы больше, чтобы это было приватно, более частно. И вот мы уже здесь, на Лазурном берегу. Уже вышли к морю, вернее, я даже не уверена, что это море, скорее всего, это пролив, поэтому эти апартаменты настолько людям очень нравится, просто потому, что здесь очень классный вид и соотношение именно, да, в близости к морю, плюс не очень громкий нейборхуд, или кто так называет здесь, место, где ты живешь, как здесь красиво. То есть, я считаю, что это место очень хорошо для прогулок вечером, идеально, чтобы выгулять здесь свою собаку. Как известно, в Америке гораздо больше людей с собаками, чем с кошками. Здесь можно идеально бегать, здесь можно все, что угодно делать. На самом деле, этот район Марина, как он называется, будет обрастаться, и здесь гораздо будет еще больше строиться новых, нового жилья, более такой, знаете, премиум-класса, то есть это, как не премиум, но это не всем премиум, там прям вообще будет просто пушка. Здесь у нас тоже другая площадка, здесь можно сделать барбекю и так далее. Скажите, а вы бы жили здесь, если бы у вас была возможность? Ну и, в общем, это уже почти конец наших аккорментов. Чуть дальше имеются почти такие же апартаменты, только у них немножко другая планировка. Если вы видите, здесь четыре этажа всего лишь, и вот на последнем этаже один из наших, наш апартамент, находится наш апартамент, и вот именно, который на последних этажах двух, они считаются одним из больших по площади. То есть это, получается, две комнаты, помазал, и, в общем, зал совмещен с кухней сам. Здесь уже делается большое количество домов, апартаментов, как на продажу, так и просто для аренд. Давайте вернемся, я вам покажу зал. Покажите, ждайте с видом. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь у нас такой небольшой уголок, где можно погулять с животными, так, ну, и заниматься спортом. Очень прикольно, даже если я сама этого не видела. Мне не хочет опускать эта штука внутрь, так что мы обойдем. Короче говоря, ребят, спортзал, я так понимаю, пока закрыт. Опс, sorry. И я сейчас вам хочу показать, как наши апартаменты выглядят именно с центровой части, то есть с части, куда вы заезжаете на машине, либо здесь у нас обычно почту доставляют, почтовые машины. Очень классно, что здесь есть пальмы, здесь очень много зелени, это круто. Так вот, ребят, я сижу сейчас здесь, в нашей, так сказать, общей гостиной, здесь будут люди прийти, позаниматься, поработать, что-то еще поделать, и это круто, потому что таких зон, насколько я помню, в наших прошлых апартаментах не было. Здесь все новое, я уже много раз повторяла это слово, но все-таки это правда. Когда мы заселились в эти апартаменты, нас ждали несколько подарков, то есть когда мы заселились сюда, нам в первую очередь сказали, что у вас будет полтора или два месяца бесплатного рента, то есть нам не нужно было платить за проживание здесь в течение полутора месяцев, или двух я напишу внизу, я уже спросить у мужа, сколько это было. Это было очень круто, просто потому что такого я никогда не встречала, ни в России, конечно, уже подавно, но такого я не думаю, что у нас какая-то практика есть, чтобы давать людям полтора месяца жить бесплатно. И также через, по-моему, пару месяцев нам дали карточки всем, там абсолютно зарочные, с номиналом 2700, что-то вроде того, и их можно было тратить на все, что угодно. Просто можешь идти в супермаркеты и платить ей, ты можешь что-то онлайн покупать, ты можешь также указывать эту карту, все проходит без проблем. Если честно, было сложно поверить сначала в это, просто потому что, как может, ну, компания, которая должна, по идее, заработать деньги от вас, она вам дает деньги, да, в виде карточек дебетов, дает вам бесплатный месяц или полтора, чтобы вы жили здесь без оплаты. То есть это настолько, мне кажется, сложно в это поверить, если ты, допустим, человек с Россией. И, конечно, это очень отличается от тех апартаментов, где мы жили до этого, то есть это был даунтаун, это были также тонкие стены, но они были стены из бетона, и все равно, вы не поверите, было слышно какие-то там вечеринки у людей, просто в апартаменте напротив, это все было слышно, как будто бы это было прям в нашем апартаменте все это происходило. Здесь же, да, есть у нас там, допустим, семья с детьми, и, вы знаете, кто-то, ребенок кричит, я уверена, что это все слышно, но у нас есть также такое специальное приложение для жителей этого апартамента, и там можно видеть частенько, я вчера увидела, что люди говорят, пожалуйста, не включайте ваши колонки на всю громкость, люди могут слышать стены, они как бы тонкие, все все слышат, да, и я такая просто окей, поэтому, да, наверное, отличие, может быть, апартаментов здесь и в России, что у нас все-таки стены немножко более толще, они как бы, если это бетон, то это бетон, да, я думаю, что определенно, если у вас есть возможность, да, переехать в новый апартамент, в которых до вас никто не жил, да еще и получить деньги, в плане вот, дебетовых карт, я считаю, что это очень крутая идея, и я считаю, что это то, что нужно делать, и вы знаете, смешно еще то, что когда мы только приехали сюда, мне показывать стал муж, что вот это место, мы будем смотреть сейчас, какие у него здесь апартаменты есть, то я сначала подумала, типа, что, серьезно, сюда, потому что, ну, ты всегда пытаешься проанализировать место, да, вот со стороны, как бы, не снутри, со стороны дороги, да, то есть ты смотришь, ну, вроде обычные апартаменты, какие-то вот, американский стиль апартаментов, да, все одинаковое, в принципе, более-менее, вот, и потом, когда ты заходишь внутрь, и ты видишь, что, вау, это оказывается так круто, и, кстати говоря, так почти всегда с домами в Америке, то есть бывает, ты едешь по дороге, ты смотришь на апартамент, он выглядит, ну, просто обычный дом, а ты заходишь внутрь, и там просто, вау, в объявлениях такой всегда, вроде как, обычный дом, а ремонт там такой нормальный, сделали, что просто поражает. Думаю, ребят, вам очень интересно узнать, сколько тут стоят апартаменты снять, а на самом деле цены разнятся, то есть вы можете снять самый дешевый апартамент, который будет стоить около 1500-1400, это именно апартаменты, то есть одна там спальня, кухня, и зал совмещены, то есть это как бы one bedroom называется здесь, здесь не считают кухню, здесь считают именно по спальням, вот, это будет стоить такую сумму, если вы хотите снять что-то больше, это, конечно же, будет увеличиваться цена, но и, конечно же, тот факт, что у вас будет балкон, цена может также увеличиться, то есть, допустим, наш апартамент, он состоит из двух спален, да, две комнаты, и зал и кухни совмещены, то есть мы платим за это примерно почти 3000 долларов, но чуть меньше, то есть может быть 2700, то есть потому что у нас большой балкон, который как бы огибает наш апартамент, да, и, конечно же, то, что две комнаты, а не одна, это все делает стоимость апартаментов выше. Интересный факт еще, что мы когда гуляем, иногда мы там с кем-то заговариваем, и большинство людей живут в апартаментах, которые вот такие, знаете, ну типа там однокомнатные, то есть мало кто из людей снимает такие большие апартаменты здесь. Ну что, ребята, сегодня у нас все, надеюсь, вам понравилось мое видео, надеюсь, вам было очень интересно, вы узнали множество фактов, если да, оставляйте комментарии, ставьте лайк на это видео, это очень поможет развитию канала и также продвижению этого видео, ну а я с вами прощаюсь, ваша Виля, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok